Утро, каждое утро в Шмайстрен говорим, возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. И перед молитвой потом говорим еще, что прими на себя заповедь, вафтали реха камоха, возлюби ближнего, как себя. И сейчас мы продолжаем изучать главу Мишпатим. Мишпатим это суды. После того, как получили Тору, получили 10 заповедей на горе Синай, значит, это было такое высочайшее проявление Всевышнего. После этого Тора нам начинает перечислять законы, которые самые, можно сказать, низменные, самые ужасные, самые болезненные проявления человеческой природы, грабежи, убийства, насилия. И Тора нам говорит, как в этих ситуациях себя вести. Что мы отсюда можем понять? Мы можем понять, что любовь человека, любовь к Богу, любовь к ближнему проявляется именно в том, как мы относимся друг к другу, как мы ведем себя в простых таких бытовых вещах. Значит, сегодня у нас глава, глава, глава Мишпатим, Мишпатим, значит, день третий, день третий, поставлю на запись в Телеграме. Значит, и еще раз советую подписаться на Телеграм-канал, получать аудио, получать видеозаписи, делиться этим всем, потому что чем больше будет добрых, хороших, честных, справедливых людей, тем, естественно, лучше будет жизнь каждого из нас. А как бы добрым, честным, справедливым, вот мы как раз сейчас изучаем. Значит, мы подошли к третьему дню, и сегодня у нас разбирается здесь очень много законов. В главе Мишпатим больше 50 разных законов. И в третий день начинается с закона, что надо делать, если... Я просто сейчас так быстро прочту, потому что, вот, например, этот закон для нас, для большинства людей сегодня не актуальный. Закон такой, если спалит человек поле или виноградник другого, и пойдет огонь, значит, на другое поле, лучшее из своего поля и лучшее от своего виноградника отдаст ему. И вот, например, Наташа Блау решила пожарить шашлыки. Разожгла она шашлыки, и вокруг поля и виноградники остальных участников уроков, Валентина Борисюк, значит, Инта Грабмане и Дзинтра Сологуб. Значит, все вокруг, у них поля и виноградники. Значит, и что? И она зажгла костер, зажгла она костер, пожарила шашлыки и ушла. И тут приходит, значит, после этого приходит Виталий Амельчук. И на этом же костре, который еще не потух, он уже затухал, он решил спечь картошку. Спех он картошку, значит, все. И тут ветер, значит, начался ветер, и искры от этого костра полетели на поля и виноградники. И они сгорели. Приходят, значит, владельцы полей и виноградников, говорят, кто полил костер? Он говорит, я пришел, уже было. Я на нем только картошку пожарил. А кто зажигал? Вот она зажигала. Значит, кто будет платить за поля и виноградники? Они говорят, никто. Ветер, ветер, вот кто ветер дует, тот пусть и платит. Тора нам говорит, не, не, не. Если ты был причиной, зажег костер, потом ветер перенес, значит, должен платить. Хорошо. А чем платить? Значит, есть виноградник, у каждого есть виноградник и поле. Значит, Тора нам говорит, лучшее должен отдать, потому что если ты скажешь, я отдам худшее, может, это будет нечестно. В общем, здесь как бы это конспект. А если полностью этот закон разбирать, это там месяцами все нюансы разобраны, переразобраны. И раввин, который понимает в ущербах, он, если к нему придут люди, он из этого закона может вычислить любые законы, связанные с пожарами, с огнем, с поджиганием и так далее. Дальше идет все связано с этими полями, огнями, мы это пропустим. Начинается следующая группа законов, начинаются законы, которые называются Амахтит. Значит, если один оставил у другого, у ближнего своего деньги или посуду на хранение, значит, Яков Шатанин, например, уезжает сейчас в Вену, приносит мне свой серебряный стакан и говорит, Ицхак, можно у тебя поставить мой серебряный стакан? Я говорю, да, хорошо, Яков, оставляю. Он оставляет серебряный стакан, я этот стакан поставил на балконе, думаю, пусть, пока Якова нет, проветрится на балконе, стоит и красиво так на него солнце светит, значит, и он на балкончике у меня будет стоять, пока Яков не приедет. Дальше Тора продолжает. И украли из дома человека, у меня, прихожу, нету на балконе, нету. Значит, если найдется вор, он заплатит в два раза. Нашли потом, что сосед, у меня сосед нерелигиозный, значит, нашли, что этот сосед нерелигиозный, он шел, увидел стакан, думает, ну, стоит стакан, никому не нужен, просто его на балконе поставили. Он даже его воровать не хотел, значит, просто думает, заберу стакан и все, он никому не нужен, раз стоит на балконе, забрал. И, значит, потом нашли стакан. Он должен, соседу говорят, вы знаете, по закону Торы должен отдать два раза. Но в это время Яков-то вернулся, то есть соседа нашли через месяц. И когда Яков вернулся, он ко мне приходит, говорит, Ицхак, значит, где мой стакан? Я ему говорю, ты знаешь, Яша, ну, вообще, по идее, надо идти сейчас к Равину, выяснять, должен ли я тебе его отдать или не должен, потому что, ну, у меня-то нет этого стакана, у меня украли. Но я, так как Яков Шатадин, мой друг и директор ВАИКРы, платформы ВАИКРа, да, то я считаю, что я тебе отдаю стакан. Это я даже не буду выяснять у Равина, должен отдавать или нет, потому что, может, даже и не должен. Но, значит, отдаю ему стакан, деньги за стакан отдал ему, там, сколько он в магазине стоил, допустим, 50 долларов стоил стакан, отдал ему за 50 долларов за сременный стакан. Потом соседа нашли, и соседу говорят, должен вернуть два стакана. Он возвращает два стакана, у меня два стакана, был один, стало два. Приходит ко мне Яков, говорит, о, у тебя два стакана новых красивых, да? Я говорю, да, представляешь, вот этот стакан, который ты мне давал, я, значит, нашли соседа, он мне два вернул. Яков говорит, ты знаешь, говорит, ну, извини, не хотел тебе говорить, но дай мне второй стакан тоже. Я ему говорю, почему? Он говорит, ну, это же мой стакан украли, не твой. Значит, когда тебе два вернули, значит, этот второй-то мне принадлежит, получается. Я говорю, Яша, ну, почему тебе? Я тебе вернул один стакан. Яков говорит, не знаю, мне кажется, что так как тебе вернули за мой стакан, второй стакан, да? Да второй стакан мне принадлежит. Что делать? Мы не знаем, что делать, вот тут надо идти к раввину и выяснять, как правильно. Потому что, если, например, забрать чужое даже по ошибке, то тогда создается в духовном мире предпосылка, что человек, получается, он забрал чужое, и ему это как-то возвращается. И потом смотришь, есть люди, например, я помню, когда-то слышал историю одну, ехал в машине по радио, звонит, значит, был раввин, который отвечает на вопросы, религиозное радио, и звонит ему одна женщина и говорит, вы знаете, вот у нас с мужем, мы раньше были очень богаты, у нас была фабрика, потом вы эту фабрику продали, значит, и после этого мы сколько мы бизнесов открывали, значит, у нас все прогорало, и мы вообще потеряли все деньги. Что нам делать? И вообще сейчас мы не знаем, что делать. Раввин говорит, а скажите, говорит, вот та фабрика, которую вы продали, вы с рабочими рассчитались? Она говорит, нет, но мы же ее продали, и получается, что новые хозяева там на этом месте дом построили, а рабочие, в общем, не рассчитались они с рабочими. Этот раввин говорит, вы знаете, вы у людей забрали, можно сказать, жизнь, потому что одна зарплата для рабочего, который живет от зарплаты до зарплаты, она для него, это как жизнь его, да, то есть он придет домой, и жене скажет, нету денег, детям скажет, нету денег, и все, то есть вам нужно срочно найти тех рабочих и любыми путями добиться вернуть им деньги и добиться, чтобы они вас простили, потому что на тот момент это для них была очень серьезная проблема. В общем, вот такой я слышал ответ этого раввина, и бывает, что человек у другого, он думает, что он правильно поступил, а по факту поступил неправильно, и потом это может послужить причиной очень многих последствий в его жизни. Дальше. Если не нашелся преступник, то тогда, вот тут дальше описывается закон, что я могу покляться Якову, что я не украл, и стакан охранял хорошо, тогда я не должен платить. Теперь дальше тут есть очень, я не буду сейчас сдаваться, вот в эти вот, там есть очень много тонкостей сейчас законов, как если оставил ближнему осла, или быка, или овечку, оставил ему на хранение, а потом это животное умерло, значит, и никто не видел, как она умерла. И тогда, тогда тоже возникает вопрос. То есть есть, я вам скажу, как бы главный принцип, может быть он будет полезен. Когда один человек другому оставляет на хранение свою вещь, есть четыре вида, четыре вида охраны, да, четыре вида ответственности за хранение. Если я попросил кого-то поохранять чемодан мой, да, на улице, говорю, посмотрите за моим чемоданом. Это называется бесплатный охранник, то есть он для меня бесплатный охранник. У бесплатного охранника, я же ему не платил, я просто попросил, он просто сказал, ладно, сделай доброе дело. Теперь, если вдруг на него напали, и бесплатный охранник не должен умирать за мой чемодан, то есть он пришел, кто-то схватил чемодан, убежал, а что, бесплатный охранник должен был оставить свои вещи и бежать за моим чемоданом? Нет, бесплатный охранник, у него минимальная ответственность, и только если он, например, ну, сам украл, понятное дело, он ответственный. Если его попросили посмотреть за чемоданом, он сказал, посмотрю, а сам в это время ушел. И чемодан пропал, значит, на нем есть ответственность. То есть он обещал поохранять, но она очень маленькая. А если, например, я ему заплатил, то на нем уже ответственность больше. А если, есть еще третий вариант, если он попросил у меня велосипед покататься, то он обязан охранять этот велосипед еще с большей ответственностью. А если он у меня этот велосипед снял за деньги, то есть он арендовал у меня велосипед, то это четвертый вид охранника, да, то есть на нем ответственность чуть другая, чем на том, который взял без денег. В общем, это четыре вида охранника, и все это выводится из этих законов, которые мы здесь читаем. Теперь давайте перейдем к следующим. Значит, здесь все идет про то, что один у другого взял какие-то предметы на хранение, они разбились, там пропали и так далее, или арендовал. Все, теперь дальше идут законы, законы очень интересные, я думаю, для нас не актуальны, но, тем не менее, группа законов идет. Есть ли и Фате, и Штула? Значит, какой-то мужчина, он соблазнил девушку, девственницу. Значит, девушка, девственница, он ее соблазнил, это стало известно, и он с ней прям вступил в отношения. Что делать? В то время это было вообще страшное вообще событие, потому что, если бы она была, эта девушка уже обрученная, то это была бы ей смертная казнь, и тому, кто ее соблазнил. Но она, эта девушка, была свободная, но теперь все об этом знают, как она выйдет дальше замуж. В то время были очень строгие такие отношения. Значит, он должен на ней жениться. Он должен на ней жениться. Теперь, если он, и он не может отказаться, то есть на нем уже ответственность. Если ты ее соблазнил, ты обязан на ней жениться и полностью к ней относиться с уважением, как к жене. У тебя есть перед ней ответственность. Если хочешь развестись потом, идет очень большая, как брачный договор, сумма. Теперь, если, но девушка и ее папа могут отказаться, они смотрят на него, думают, не, этот человек ненадежный. Если папа отказывается, то тогда на него накладывается большой штраф, была специальная сумма за это поведение. То есть у него потом была очень страшная, ну, как бы плохая репутация. Значит, вот так делались. Теперь, дальше начинаются законы. И очень интересно, после этого закона с девушкой, которую соблазнили, следующий закон, колдунья не будет жить, не оставляя в живых колдунья. То есть, оказывается, вот эта вся охота на ведьму, которая была в средневековье, что христианская религия убивала ведьму, это как раз они базировались на вот этом законе в Торе, махашифа, колдунья не будет жить, так она сформулирована. Значит, я читал очень много на этот закон объяснений. В то время большая часть женщин колдовали, занимались колдовством. И именно женщины, а не мужчины, были колдуньями. И, значит, это, что такое колдовство, да? Колдовство это, когда колдун использует знания законов каких-то духовных, силы духовной нечистоты, тьмы там и так далее, для достижения своих каких-то, опять же, запрещенных пожеланий. Поэтому, поэтому, как бы, все идет очень уравновешенно. То есть, тот, кто использует силы вот эти вот зла, смерти и так далее, то такого надо найти и убить. Следующий закон, он связан с колдовством, тоже, он звучит так. «Коль шахев имбээма». Каждый, кто вступает в половые отношения с животным, его тоже нужно убить. И почему оно рядом идет? Вот все колдовство, все виды колдовства, были связаны с вступлением в половые отношения с животными. Помните Беляма, который был маг, колдун? Значит, Белям, он жил со своей ослицей, вступал с ней в отношения. Значит, вот эти вот амалититяне, они вообще превращались в животных. То есть, колдуны, они как бы убирают, убирают свою духовную сущность и связь со Всевышним, и то, что там продают души дьяволы и так далее. То есть, они все переходят на уровень такого животного, и они максимально пытаются выжать удовольствие из этого мира, опускаясь на уровень полностью вот животных рефлексов, да, и включая то, что они начинают вступать в половую связь с животными. Это то, что связано с колдунами. Значит, значит, тот, кто приносит жертвоприношение, убивает животных для вот этих вот других сил, а не не, то есть, было жертвоприношение в храме. Это был специальный ритуал, который Всевышний, то есть, можно было приносить жертвы только Богу. Или тот, кто приносил жертвы для темных этих сил, значит, это тоже преступление. Теперь дальше идут, идут законы, связанные с пришельцами, с теми, кто принимает иудаизм, и написано, что их запрещено притеснять, и объясняется, потому что вы пришельцами были в земле Египта. Значит, очень, опять же, все уравновешено, все в этом мире имеет причину, следствие, обратную сторону, то есть, этот мир, вот это надо понять, он очень равновесный. Теперь, когда приходит человек, принимает иудаизм, да, он подключается к Всевышнему, то его заслуга, его связь со Всевышним обычно больше, чем того, кто родился, потому, потому что, для него это осознанный выбор, он это делает, опять же, он это делает после, ну, для него это огромное, огромное усилие. Так же, как для того, кто был нерелигиозным и стал религиозным, это огромное усилие, и есть такой закон, что то место в духовной иерархии, где, куда поднимаются те, кто болеет шва, те, кто стали религиозными, они могут подняться на место более высокое, чем те, кто родились праведниками. То же самое Дьер, тот, кто принимает иудаизм и клянется, он как будто бы становится сыном Рама, и как будто бы он на горе Синай принимает Тору. И опять же здесь, почему именно Всевышний выделяет вот те, кто принимает иудаизм пришельцы, он говорит, смотрите, вы же вспомните, как было вам тяжело, когда вы были пришельцами в земле египетской. То есть такому человеку реально ему тяжелее, чем тому, кто имеет родственников, кто родился в этой среде, у кого там религиозные семьи по тысяче человек, а он пришел, он пришелец, так нельзя его никак притеснять. Дальше идет основа милосердия в мире, основа нравственности, как раз базируется на вот этом отрывке, каждая вдова и сирота, нельзя их тоже притеснять. Теперь устная Тора, она задает вопрос, имеется в виду только вдову и только сироту, или вот из слова Коль, всякую вдову, всякого, кто как вдова, то есть кто это вдова? Это человек, который потерял самого близкого человека мужа, это человек, который остался беззащитный, сироты, это те, кто остались беззащитными. То есть учится устная Тора, говорит, что это имеется в виду не только вдова и сирота, а все беззащитные, обездоленные, все кому плохо, все люди, которым плохо. Поэтому на этом отрывке как базируется, что надо обязательно помогать вот этим слабым людям. Дальше Бог говорит, представьте, если ты будешь его притеснять, если он будет кричать ко мне, то есть если сильно ему будет больно, он будет молиться Всевышнему, именно кричать, кричать. То есть Всевышний говорит, смотри, чем хуже человеку, тем он больше кричит, чем он больше кричит, то есть чем больше эмоциональной силы в его молитве, тем эта молитва оказывает большее влияние на духовные миры. И говорит Бог, вы храпи, и я разгневаюсь, вы арактиет хем бахеров, и я вас уничтожу, убью вас мечом. Теперь, что как Бог убьет мечом? Что у Бога есть меч? Нет, будут войны. То есть если вы относитесь без уважения, если вы относитесь к своим же слабым, тем, кому плохо, вы относитесь без уважения, они беззащитные, их убивают, то тогда будет война, говорит Бог. То есть вы сами показываете, как вы друг к другу относитесь, и как вы цените человеческую жизнь. Вы аю на шейхем аль-манод, и ваши жены будут тогда вдовами, и сыновья ваши будут сиротами. То есть страна определяется тем, как в этой стране относятся к незащищенным слоям населения. И если был вздом, в котором они вообще никому не помогали, то вздом был полностью уничтожен. Если есть страна, в которой, например, Америка, у них там сотни миллиардов долларов идут на защиту вот этим людям, бедным, обездоленным и так далее. А, например, у меня сердце кровью всегда обливалось, когда я ездил, там даже Украина была, Россия. Бомжи, вот эти вот люди, которые, ну, их все притесняют, над ними смеются, там, ну, жутко, когда каждое утро у нас был дом и мусорки, и там этих бомжей столько было вообще. И государство, которое имеет, там, деньги, которое имеет возможности, которое обязано, то есть государство, это как отражение народа, отражение сути страны. Оно не уделяло им внимания. Эти там дома престарелых, то есть если не было волонтеров, не было людей, которые помогали, то эти дома престарелых, это страшное дело, то, что там творилось и то, что там делали. И написано, Всевышний сказал, если вы будете их притеснять, вы не думайте, что это останется, как бы, ну, безнаказанным и безответным, да? То есть ответ будет. Понятно, что от них ответа не будет, но когда Бог говорит здесь, что если будут притеснять сирот, вдов и обездоленных, то тогда что? Я разневаюсь, и тогда будет, на вас найдет меч. Меч это война, имеется в виду. И будут ваши жены тоже вдовами, и сыновья будут сиротами, все возвращается. Все абсолютно возвращается. Ну, дальше идет закон, что если ты будешь занимать деньги, занимать деньги бедным, то тогда ты не можешь их притеснять, не можешь с них брать проценты, значит, не можешь брать у них залог, там и так далее. То есть идет полностью защита бедных, то есть Всевышний говорит, что очень нужно к ним относиться с огромным-огромным уважением. Теперь дальше. Потому что, опять же, если он будет ко мне молиться и кричать ко мне, услышу я тихо, ну на ней, потому что я милосердный. Тут может возникнуть вопрос, а почему Всевышний, если он милосердный, он сам не возьмет и не сделает для них чуда, и не начнет кормить их маном, да? Да, тут есть, как бы, эта история, она, как мне кажется, да, она состоит из двух частей. Значит, человек, который обездоленный, с ним что-то случается. Это следствие каких-то событий, возможно, его душа приходит в этот мир для исправления. Может быть, он в той жизни был там каким-нибудь нацистским преступником, и он столько людям принес страдания, что невозможно. Возможно, в этом мире уже он выбирал все время, где полегче, где не доработать, не сделать, и так далее. Возможно, какие-то другие причины, которые его привели к его ужасному состоянию, в котором он ему плохо. И Всевышний ему тоже, Всевышний с ним, у него какая-то своя, значит, ну, своя длинная-длинная история, да, с тем человеком, которому плохо. Теперь рядом есть человек, которому хорошо, как Шлома Мелак сказал, есть, в Мишле есть такой отрывок, что Ашир в Ираш не в Гешу, встретились богатый и бедный, Асешнаем Ашем, двоих делает Бог. Значит, то есть, Всевышний с богатым, у него тоже какая-то длинная история. Теперь они, когда встречаются, то Всевышний, он сказал, одному он сказал, да, тому же бедному, быть благодарным, быть тоже добрым, сдаку должны давать все, да, все должны помогать. А богатому он сказал, помогать, у тебя десятина, у тебя десятая часть, это не тебе принадлежит, принадлежит бедным. Теперь, когда они встречаются, то вот как раз на этой встрече и происходит граница контакта, вот это взаимодействие, где проверяется, как каждый из них распоряжается теми возможностями, тем ресурсом, который им дал Бог. И я помню, там был случай один, когда один человек был очень богатый, и он посмелся над одним бедным. А потом, прям конкретно, тот, который был богатым, он стал бедным, а тот, который был бедным, стал богатым. То есть, все в этом мире проворачивается, и оно прям может меняться, этот мозаль, эта судьба может очень сильно меняться. Вот, но у каждого из нас есть своя личная линия фронта между добром и злом, своя личная свобода выбора, своя личная молитва и связь с Богом. У каждого из нас есть свой личный набор заповедей, которые мы можем делать или можем не делать. И дальше каждый человек получает последствия, как в конце притчи царя Сламона, последний отрывок, там идет, кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем жемчуг, и в конце там такой отрывок. То есть, у каждого человека, его жизнь, это следствие его мыслей, его слов, его отношения с другими людьми и его действий. И это все мы можем исправлять, улучшать, и чтобы Всевышний дал нам вначале знания, что делать, потом желание это делать, а потом появятся возможности сделать правильные вещи и получить от Всевышнего много добра, благополучия, здоровья, счастья, радости и всего. Потому что, как если Бог сказал, значит, тихо, ну, они, я добрый, сказал Бог. Я добрый, милосердный, значит, не переживайте, все, что с вами происходит, оно все к лучшему. Все, всем удачи, успехов, значит, пусть урок будет для выздоровления, все, кто нуждается в выздоровлении, для того, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, чтобы наступил мир, закончилась война, и для Илуни Шама, значит, поднятия души, Борух Бен Авраам, это мой папа, значит, сейчас как раз вот идет последний месяц до его Йорцайта, вот будет через месяц, будет годовщина смерти, вот, и как раз сейчас заканчивается год, это следы, которые человек оставляет в этом мире, он не только получает при жизни плоды своей жизни, а он и после смерти получает плоды своей жизни, поэтому я думаю, что вот мой отец, который очень всегда старался помогать людям, значит, вот сейчас он как раз и получает через меня плоды, того, что он когда-то посеял. Все, счастливой удачи, до завтра.